Ну что ж, дамы господа, я всех вас приветствую. Сегодня будет довольно таки интересный ролик, в котором я вам покажу свой новый бизнес. Это мой первый бизнес, который я купил на проекте Амазинг РП, а именно на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Сегодня я вам покажу финку бизнеса, за сколько я его купил и где вообще находится бизнес и какой это бизнес. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а если вы еще не играете на проекте Мазин Холиплей, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Пишите, слэш мм, седьмой пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервачке до пятого уровня. Поэтому берите, вводите и получайте деньги. Ну а я вам могу пожаловать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал. Да, ребята, это очередная покупка, но видосик я думаю все равно классный. Да, купил бизнес, все дела, но не все так просто как кажется. Поэтому я думаю вам будет интересно посмотреть, послушать, посмотреть прибыль там и так далее. Всех обнял, приподнял, приятного просмотра. Ну что ж, я думаю начнем с того, откуда я вообще взял деньги для покупки бизнеса. Потому что бизнес я купил довольно таки дорого, то есть это 600 миллионов рублей. Я принял решение, что я хочу купить бизнес. Я решил продать все свое имущество. В итоге я продал дом, я продал газон, я продал Audi R6, я продал номера, я продал транспортную компанию. То есть я продал все, что у меня было, кроме одной машины. Но мне все равно как бы не хватало. У меня в общей сумме получилось 470 миллионов. Потому что я компанию продал в минус, номера продал в минус, дом продал в минус, короче. Ну как всегда пацаны, без этого никак. То есть на 0,2 реально максимально сложно что-то продать в плюс, понимаете. Сложно даже в 0 продать, а в плюс тем более. Поэтому я как бы все продал, практически все в минус и у меня получилось 470 миллионов. Но мне ему нужно было 600 миллионов, поэтому я решил взять в долг 120 миллионов рублей. Давайте я вам покажу свой автопарк, так сказать. У меня есть 2 газона, но они не мои, то есть я взял покататься. Один газон, первый чип нитра, второй газон, третий чип нитра. Потому что я думаю, вы понимаете, то что катать на газоне, точнее не на газоне, а даже на ТК, что в магнуме. Я катал на нем, но это прям очень жестко. И если я буду чисто катать на ТК, что в газоне, то я буду очень долго копить деньги и отдам долг там, я не знаю, через 2 месяца. Я хочу вложиться в месяц. Я реально хочу за месяц заработать 135 миллионов. 120 миллионов я должен одному человеку и 15 миллионов я должен тому, кто продал мне бизнес. То есть в общей сложности я должен 135 миллионов. Поэтому кому интересно, как я буду отдавать долг там, копить деньги, приходить ко мне на стримы. Я постараюсь стримить каждый день практически, поэтому буду всем рад, буду всех ждать. Теперь давайте не буду томить, поедем, я вам уже покажу бизнес, который я купил и покажу, какая там прибыль. Самое интересное то, что те ребята, которые сидят на стриме, они уже знают, какой я купил бизнес, за сколько и какая там финка. Поэтому, пацаны, реально подпишитесь, поставьте там колокольчик, чтобы не пропускать стримы, потому что на стримах всегда происходит самое интересное. И вы можете заранее обо всем узнать. Ну что ж, не будем как бы томить, да, пацаны, это 2047, который находится в городе Арзамас. Это перекресток получается. Это реально топовый бизнес. Почему он топовый? Потому что здесь реально много людей закупаются. За счет того, что недалеко находится рублевка и люди ездят ко мне, чтобы чинить целостность. То есть они покупают ремки, идут на рубровку и чинят свои автомобили. И за счет этого в этом бизнесе реально хорошая финночка. Давайте я вам покажу, в принципе, какие здесь цены стоят и так далее. То есть это 2047, в которые вы можете зайти, купить ремкомплекты. То есть они здесь по 3000. Возможно, они чуть-чуть подорожают, как бы немножко. Поэтому, как бы имейте в виду. Но в данный момент на выходных будут ремки по 3000 рублей. Поэтому, если что, можете заезжать, закупаться. Также вы здесь можете покушать, купить себе там самое необходимое. Поэтому, кто желает, реально можете проезжать в мой бизнес. Да, купил я его, может быть дорого, может быть нет. То есть мне этот бизнес обошелся 600 миллионов рублей. Тот человек, который его купил передо мной, это мой друг Ричард. Как бы ему большое спасибо. Он мне его продал в ноль. То есть он его купил за 600 и продал, получается, за 600. Я вам также чуть позже покажу, какой Ричард себе купил бизнес. Я думаю, вам это тоже будет интересно, потому что бизнес ему обошелся в 1 миллиард. Время сейчас час дня. Пишем команду Boostyness. И за сегодня прибыль составляет 600 тысяч рублей. Количество товаров у меня 30 тысяч. То есть я вчера завез именно полный склад. И за как бы это время у меня съело 13 тысяч продуктов. То есть я думаю, на сегодня продуктов хватит. И на завтра, скорее всего, тоже хватит. Давайте я вам в пример покажу. Самое интересное, это финансовая статистика за 30 дней. Давайте начнем с конца. То есть прибыль здесь как бы неплохая. Вот 1,7, 1,6. То есть бывает даже вот 2 миллиона. То есть здесь прибыль от 1 до 2 миллионов. Стабильная прибыль. То есть вот лям 800 бывает. Лям 700, 2 миллиона. Я считаю, для этого бизнеса нормально. Там где минус, если что, это продукты завозили. Поэтому не обращайте внимания. Но зато, пацаны, самое интересное. То, что сюда возить продукты максимально близко. То есть вон в той стороне, за тем домом, находится развозка товаров. То есть мне возить продукты очень близко. Я завозил в соло. Мне хватило 15 минут, чтобы завести полный склад. Хотя скилл у меня не особо прокачен. Именно поэтому я купил этот бизнес. Были и другие варианты. Я там хотел купить оружейку, допустим, в Батырево. Либо купить 2,4,7 в Южном. Но я подумал, что мне нужен такой бизнес, который будет мне приносить там от миллиона и больше. И чтобы я особо не заморачивался по продуктам. Ну что ж, я думаю, я вам все подробно рассказал. Показал. Рассказал, сколько купил. Показал прибыль там и так далее. Напишите в комментариях. Нормальная цена для бизнеса. Нормальная финка и так далее. Я в целом доволен. То есть финка более-менее нормальная. Продукты возить близко. Это прям такой бизнес, который я хотел. Как я и сказал, я продал практически все имущество, что у меня было. Кроме там фамы и машины. Я особо не записывал, как я там что-то продавал и так далее. У меня только есть момент со стрима, как я продал газон. Поэтому я вам предлагаю посмотреть этот момент. Поэтому хочу вам показать именно тот момент, когда я продал газон. Как я его продавал. За сколько продавал там и так далее. Поэтому смотрите. И потом я вам покажу, какой себе бизнес купил Ричард. Ребята, я бы вам хотел еще раз напомнить, чтобы вы не забывали вводить мой промокод. Потому что и вы зарабатываете, и я зарабатываю. Поэтому, пацаны, напоминаю то, что пишите. Слэш мэм. Семой пункт промокод. Указай другу ютубера. И вводите мой промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серваке до пятого уровня. Жалко, конечно. Ну, пацаны, это пиксель, это игра. Поэтому надо стремиться к бизнесу, пацаны. Надо стремиться к лучшему. Давайте напоследок тоже по тестику вам покажу. Да, вот он, пацаны. Вот он мой. Бля, сколько он у меня был? Месяцев 7 где-то он у меня был. Я на нем столько бабок заработал. Леба. Пробег 252 тысячи километров. На нем я вкачал сотый скилл. На нем я вкачал 110 скилл. Так бывает, пацаны, ничего страшного. Может быть, когда-то я его выкуплю. Что, малыш, ебать? Давай. До свидания. Ну что ж, дамы и господа. Вот тот самый бизнес, который купил себе Ричард. Да, пацаны, но купил максимально дорого. То есть я считаю то, что этот бизнес, этих денег не стоит. Но сначала его продавали за одну сумму. За 750 миллионов. Потом за 900 миллионов. И потом за миллиард. И миллиард это была окончательная цена. И Ричард очень хотел себе этот бизнес. И в итоге он его купил за 1 миллиард рублей. Да, пацаны, это максимально дорого. Потому что предыдущий владелец купил его за 500 миллионов. Но Ричард взял его надолго, этот бизнес. То есть, скорее всего, он его никогда продавать не будет. Но, пацаны, хочу заметить, что здесь очень хорошая финка. Здесь финка за счет того, что это максимально людное место. Здесь намного больше домов, чем в Арзамасе. То есть рублевка реально очень большая. И все ездят сюда, чтобы отчинить свои автомобили. И за счет этого здесь хорошая финка. Тем более, здесь есть рыбалка рядом. Рядом Анашан. Поэтому финка в этом бизнесе примерно на 1 миллион больше, чем у меня. То есть здесь финка будет, я думаю, стабильно. Там 2-3 миллиона. Если им хорошо заниматься. Предыдущий владелец этим бизнесом абсолютно не занимался. Здесь, пацаны, не было продуктов. Из-за этого здесь, как бы, финка была плохая. Но, на самом деле, я за него рад. То есть, он купил то, что хотел. Да, продукты сюда возить далеко. Но зато здесь хорошая финка. И само местоположение очень шикарное. То есть, допустим, вон у нас находится особняк семьи. То есть, понимаете, особняк семьи 1. Там находится особняк семьи 2. То есть, у нас 2 особняка на Рублевке. И мы еще держим бизнес на Рублевке. Ребята, я забыл вам еще сказать, что у нас есть еще один бизнес. Он также находится на Рублевке. А именно, магазин оружия. То есть, вы понимаете, просто, блядь, мы выкупили всю Рублевку. То есть, у нас 2 особняка, 2 бизнеса на Рублевке. То есть, это реально максимально круто. Можете также сюда приезжать, закупаться там оружием, брониками, битами там и так далее. То есть, это реально круто, что у нас как бы 2 бизнеса на Рублевке и 2 особняка на Рублевке. Просто, кто не в курсе, мы разделили две Фомы, то есть Максим создал свою Фому, у меня осталась моя Фома, то есть у нас теперь две Фомы, одна закрытая Максима, одна крытая, это моя, то есть я принимаю всех, своих там подписчиков, ребят, которые ко мне хотят, а Максим принимает там отборочно людей, там, которые там нормально стреляются, которые адекватные, которые там в Дискорде всегда, так и так далее. Я, конечно, не скажу то, что мы там самая богатая топовая Фома, но я реально считаю то, что это круто, то что у нас как бы два бизнеса, два особняка на Рублевке, также есть ИСТО в городе Арзамас, также есть 247 в Арзамасе, я считаю то, что наша, так сказать, компания, наша семья очень хорошо развилась за это время, мы на 02-м играем примерно 9 месяцев. Ну что ж, дамы и господа, теперь давайте я вам расскажу, почему я так резко решил купить бизнес, потому что у меня был таксопарк, у меня не один раз была транспортная компания, и почему я так резко решил все продать и купить бизнес. Потому что мне надоело уходить в минус, я постоянно что не покупаю, я постоянно ухожу в минус, и за счет этого я ничего не зарабатываю. Даже то, что я работаю там дальнопочком, эти все затраты не кроют, а я хочу для вас сделать контент, снимать всякие видео там, прокачивать аккаунты, дарить машины, делать мероприятия, и мне нужен пассивный доход. Именно поэтому я решил себе приобрести бизнес. Да, пацаны, мне пришлось продать там свой любимый газон, мне пришлось продать дом, мне пришлось продать Audi RS6, которая тоже была очень классная. Но я считаю то, что я сделал не зря, потому что постоянно машины то дешевеют, то дорожают, с номерами та же самая ситуация, и даже дом, понимаете, очень крутой дом с гвоздкой 40 миллионов, я продал в минус. Самое интересное то, что таксопарк и компания это не полноценный бизнес, я думаю вы сами понимаете, потому что что компанией нужно заниматься, что таксопарком также нужно заниматься. То есть это занимает реально много времени. А здесь, пацаны, реально полноценный мой первый бизнес. Да, я там держал 24 на 7, я держал заправки, но эти были не мои бизнесы, мне их давали на время. А это теперь, понимаете, мой самый первый бизнес, лично мой, который я купил на втором серваке. Поэтому можете реально меня поздравить. Да, я должен еще там дохера денег, но я заработаю, я эти деньги отдам, и буду просто сидеть кайфовать, копить деньги и делать для вас контент. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео. Если видео получилось максимально просто информативное, то есть я вам показал свой бизнес, показал бизнесы нашей семьи, где там что находится и так далее. Я надеюсь, что это видео вам было полезно, интересно и так далее. И надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Все полезные ссылочки в описании под видео. Заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, потому что за него вы получаете денежку, а именно 450 тысяч. Вводите его до пятого уровня. Ну а я потихонечку буду зарабатывать деньги, потихонечку буду давать долг. Кому интересно, повторюсь, заходите на стримы, подписывайтесь. Я еще раз хочу извиниться за то, что видео постоянно выходит про то, что я что-то покупаю, продаю, хожу, минус. Но, пацаны, это моя игровая жизнь, поэтому я думаю, это должно быть на канале, чтобы потом не было вопросов, за сколько ты купил бизнес, какая там финка и так далее. Я в этом ролике вам подробно все рассказал и показал. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.